С появлением ребенка жизнь женщины полностью меняется. Можно сказать, что раньше она жила одной своей жизнью, а теперь она вынуждена жить двумя жизнями сразу – своей и своего ребенка. Это не так остро ощущается, когда женщина еще находится в обслуживании по уходу за ребенком, но оказывается большой проблемой, когда маме предстоит выйти на работу. Конечно, ситуации бывают разные. В каких-то семьях родители, бабушки, дедушки помогают, кто-то может позволить себе няню. Но, как правило, у молодой мамы нет человека, которому она могла бы доверить своего ребенка и не переживать из-за этого. Это и становится главным психологическим камнем преткновения для ее нормального выхода на работу. Кроме того, прошедший год и больше проведенные вместе с ребенком дают о себе знать. Мама устала, ей, с одной стороны, хочется снова вернуться в нормальную, активную жизнь, больше времени уделять себе и своей карьере. С другой стороны, у женщины сформировалась привычка жить своим ребенком и домашними заботами. А привычка, даже если она не очень нас устраивает, поддается изменениям, как вы знаете, с большим трудом. Плюс и другое важное обстоятельство. Прежний мир молодой мамы не стоял эти три года на месте. В нем многое изменилось. Ситуация на работе, круг общения, интересы друзей и знакомых. То есть женщине предстоит адаптироваться к этим изменениям. А любая адаптация – это стресс. Страшно, неловко, сложно. Таким образом возникают своеобразные качели. Женщина то хочет выйти на работу, потому что силы уже нет сидеть дома с ребенком, то, наоборот, едва подумает о работе, и тут же возникают мысли. А как же будет мой малыш? Как он без меня? Как оставить его с незнакомыми людьми? Да, эти чувства можно понять. Но также нужно понять и другое. Этот страх в основе своей иррациональный. Со всеми детьми это рано или поздно происходит, и никто из нас не умер из-за того, что мы пошли в детский сад, а наша мама вернулась на работу. Так что, на самом деле, наличие этого страха является просто психологическим оправданием, защитой от пугающей ее женщину на данном этапе работы. Даже если работа желанна, адаптация к изменениям потребует усилий. Бороться с этой предательской неуверенностью можно будет только рациональными средствами. Продолжение следует...